АВЯЗЕЙНАЛЫ Адвокат Ильчин Садыхов сообщил, что 8 декабря следствие намеревалось записать на диктофон голос Зейналы для фоноскопической и лингвистической экспертизы. АВЯЗ и я ответили, что согласны на запись при условии, что защита получит аудиозапись, в которой якобы зафиксирован факт вымогательства Зейналы у депутата Гюляра Ахмедовой. Следствие отказалось предоставить аудиозапись, обосновав это тем, что мы распространим ее в социальной сети. Мы в свою очередь заметили, что хотели бы обнародование записи, так как уверены, что в ней нет ничего компрометирующего главного редактора «Хурал», сказал Садыхов. Махмуд Оулу также отметил, что есть серьезные основания полагать, что следствие может записать голос, чтобы потом сфабриковать аудиозапись. Ранее все действия следствия показали, что оно не стремится установить истину и пытается выбить компромат на Зейналы у различных людей и даже родственников, сказал он. Зейналы был арестован 28 октября на основании письменной жалобы к депутату Гюляра Ахмедова от 19 октября о вымогательстве. Арест был произведен без каких-либо доказательств. Политическую подоплеку закрытия оппозиционной газеты «Хурал» подтверждают последующие действия властей против коллектива газеты. Так, Минюст не дает разрешения на издание новой газеты, а попытка издаваться под именем уже существующей газеты «Оси» была пресечена сразу же после выпуска первого номера. Издательство отказывается печатать газету, ссылаясь на указания сверху, сообщил Махмуд Оулу. Неизвестная 6 декабря по телефону угрожала Нару Ахмедову насилием над малолетней дочерью, требуя отказаться от активной журналистской деятельности. Журналистская группа превентированного реагирования провела расследование фактов угрозы и вышла на след звонившего, но полиция отказывается сотрудничать с журналистами. В частности, журналистам отказано в доступе к записям камер наблюдения в районе таксофона, откуда звонил угрожающий. Мать арестованного редактора Шама Мазейна Аллы поблагодарила всех журналистов, выступивших в защиту ее сына. «Я благословляю вас и желаю, чтобы в Азербайджане не повторились ливийские события», – сказала она. Продолжение следует...